Сегодня на еженедельном совещании с Головой Чувашей говорили о зарплате, вернее о ее росте для некоторых категорий граждан. Подробности далее. Среди прочих указов, которые Владимир Путин издал в мае 2012-го, было и повышение зарплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы. Сегодня представители профильных министерств отчитались, все идет по плану. У врача средняя заработная плата составила 28 496 рублей, рост 20,9%. По среднему персоналу составила 16 296,2 рублей, рост 20,4% к предыдущему периоду. Как отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения, достигнутые показатели даже превышают нормативные. Что ж, это по докладу. Судя по всему, о таких повышениях знают далеко не все. К примеру, у тех, кто дает объявление о вакансиях, вероятно, другие данные. В городе Алаба задали вопрос, соответственно, там дефицит кадров в больнице, в поликлинике 30%. А в объявлении через районные газеты, через городские газеты дают и привлекают это официальное объявление на 6 тысяч рублей. В одно называемое врачи 28 тысяч с учетом реакции, причем так происходит. Ответить на этот вопрос глава попросил не только представителей Минздрава, но и службы занятости. По данному случаю поручено провести служебное расследование. Кстати, было бы хорошо, если бы вместе с заработной платой устремилось вверх и качество медицинского обслуживания. Пациенты жалуются на грубость персонала, сбои в работе электронной регистратуры и опоздание на вызовы бригад скорой помощи, констатировал Михаил Игнатьев. А после обсуждения изменения зарплат в других сферах опять вернулись к медицине. Тема грипп и ОРВИ. У нас лидируют города по заболеваемости острым респираторным вирусным инфекциям. Это Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерле и Канаш. И на прошлой неделе госпитализировано порядка 200 больных острым респираторными вирусными инфекциями. В основном это дети. Тем не менее, за эпидемический порог Чувашия пока не переступила. А по сравнению с прошлым сезоном болеют жители республики почти на 9%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова